Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! В новом году это мое первое видео, поэтому всех вас поздравляю с наступившим Новым Годом! Всех вам благ! И первым видео в этом году решила снять полезные советы с использованием белизны в таблетках. Может быть, кто-то из хозяек уже пользуется такой белизной, может быть, кто-то не знает и мое видео окажется полезным. Так вот, друзья, белизна продается в таблетках. Это очень удобно, это очень пиджетно. Берешь на одну стирку, либо уборку одну-две таблеточки, получается хорошая дезинфекция, хорошее выбеливание, хорошая чистка. Поэтому, друзья, рекомендую обратить внимание на белизну вот именно в таких небольших коробочках, либо пакетиках. Покупаю ее в магазине Светофор, Победа, вот в таких вот бюджетных супермаркетах. Там она стоит действительно копейки, но пользы от нее очень-очень много. Я вам покажу три способа, которые мне нравятся больше всего и которыми я чаще всего пользуюсь. Одну таблетку белизны бросаю внутрь унитаза. Таблетка растворится в течение нескольких минут. Прошло две минуты, таблетка уменьшилась в размерах, она растворяется, активно работает. Дальше беру посудомой. Я беру посудомой из магазина Светофор, он самый недорогой, бюджетный. И распределяю по стенкам унитаза, совсем чуть-чуть. Можно взять хозяйственное мыло, любое другое средство. Главное, чтобы это средство не содержало кислоты, потому что белизна плюс кислота будет очень резкий, ядовитый запах. Запах удушливый, в общем, такую реакцию делать нельзя. И беру ёршик. Чищу унитаз. Особенно хорошо быть унитаз посудомоем, если в унитаз вы сливаете какие-то кухонные отходы, например, бульоны оставшиеся, либо ещё какую-то другую пищу. То тогда посудомоем просто замечательно справится, замечательно всё обезжирит. И таблетка белизны всё хорошо продезинфицирует. Плюс белизна, конечно же, придаёт белый цвет унитазу. Смотрите, внутри сразу всё беленькое, стерки тоже белые, сразу же появляется запах чистоты, свежести. Поэтому мне нравится чистить унитаз таблетка белизны плюс посудомой. Плюс белизна, она усиливает пенообразование, усиливает моющие способности посудомой, поэтому получается очень даже эффективно чистка. Плюс белизна устраняет все неприятные запахи. Поэтому буквально несколько секунд и вот такой вот чистый унитаз. И ещё можно сделать следующим образом. Утром, когда уходите на работу, бросьте таблетку белизны в унитаз. Вечером придёте, немножечко нанесёте на стенки посудомой, либо хозяйственное мыло, всё почистите. Никаких неприятных запахов, белизна, чистота и свежесть. Таблетка белизны очень хорошо чистит плитку, особенно светлую. Хорошо прочищает межплиточные швы. Я сейчас буду чистить плитку перед входной дверью, то есть у меня будет чистка плюс дезинфекция. Также этим раствором можно чистить входную дверь, получается хорошая обработка, особенно в период вирусов и гриппа. Итак, беру тёплую воду, добавляю одну таблетку белизны и немного хозяйственного мыла. Если мою плитку на кухне, добавляю посудомой. Если нужно немножко почистить, то тогда хозяйственное мыло. Растворяю и приступаю к чистке. Таблетка белизны растворяется достаточно быстро, то есть не нужно никаких усилий, всё легко и просто. Сначала чищу швы и их прочищаю при помощи щётки. И саму плиточку вот такой вот с жёсткой губкой. Вот так вот легко и просто чищу плитку. Этим же раствором можно чистить обои, входную дверь, я вам уже сказала. Поэтому, друзья, при необходимости попробуйте. И последний, третий совет, где можно использовать таблетки белизны, это стирка кухонных полотенец. Получается намного эффективнее и бюджетнее, чем использовать таблетки для посудомоечных машин. Беру тёплую воду, добавляю одну-две таблетки белизны. Вот смотрите, как она хорошо растворяется. В тёплой воде растворяется вообще мгновенно. И добавляю немного ферри. Обязательно ферри, потому что на кухонных полотенцах присутствует жир, следы от пищи. Лучше всего справляется ферри. У него прям мощная чистящая формула. Чуть-чуть, как только таблетка растворилась, опускаю туда полотенце. Опускаю и светлые, и яркие полотенца. Белизна вообще никак не светает свет, поэтому не переживайте, что полотенца у вас полиняют или станут бледнее. Наоборот, белизна возвращает яркость цвету. Если у вас полотенце с белыми какими-то, допустим, рисунками, с белыми вставками, или на белом фоне яркие рисунки, так вот белый цвет становится чище, вся серость, вся желтизна удаляется, и за счёт этого полотенца выглядят свежими, чистыми. С кухонных полотенец удаляется весь посторонний запах, например, запах рыбы, запах пищи. Я раньше делала это с горчицей, но сейчас делаю намного проще, бюджетнее, с обычной белизной. И мне кажется, таблетки белизны, вот в отличие от жидкой белизны, они абсолютно не делают ткань жёсткой, поэтому для ткани они просто идеально подходят. Всё, друзья, полотенца у меня час полежали в растворе с белизной. Смотрите, какие они яркие, ничего с цветом не случилось. Я сейчас в основном на кухне использую льняные полотенца, мне очень нравится такой вот натуральный материал. И вот так вот их стираю. Смотрите, какие яркие цвета, поэтому не бойтесь стирать с белизной. И дезинфекция, и запах устраняется, и яркость, свежесть полотенца возвращается. Это 100%. Попробуйте. Друзья, на этом заканчиваю своё видео. Надеюсь, что вы с пользой привели со мной время. Меня обязательно в комментариях дополняйте и пишите, как удобнее белизну использовать вам в таблетках, либо в жидком виде. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем пока!